всем привет сегодня мы с вами прогуляемся по проходным дворам васильевского острова как я и обещала в прошлом видео от кого-то из вас был запрос чтобы я показала питерские дворы колодцы проходные дворы но поскольку я на васильевском острове бываю чаще всего я здесь работаю провожу очень много времени поэтому мы с вами начнем отсюда 3 линии дом 36 вообще линии начинаются с кадетской кадетская линия начинается немного в другой стороне здесь у нас 3 там 1 и кадетская линии располагаются параллельно друг другу это те же самые улицы просто название у них не словесная а нумерация линий в общем начинаем с 3 линии дом 36 и сейчас идем через проходной двор на самую маленькую площадь санкт-петербурга друзья я постараюсь вам показать в этом видео все по максимуму то есть монтировать я ничего не буду обрезать возможности чтобы показать вам как располагаются эти дворы чтобы вы понимали вот эту сквозную линию как идут эти дворы как они пересекаются друг с другом и как я уже сказала мы с вами идем на самую маленькую площадь санкт-петербурге ну то есть она так называется говорят что в какие-то там допотопные времена здесь действительно была площадь а потом ее застроили жилыми домами насколько это правда я не знаю правда это или выдумка ну в общем такой миф существует и вот мы поворачиваем уже в нужный нам дворик где и располагается эта площадь здесь еще есть такой вымощенный асфальт и вот пожалуйста флигельная площадь дом 1 самая маленькая площадь в россии даже в россии самая маленькая площадь ну а вот этот вот указатель знак его повесили сами жильцы может быть это какой-то прикол я не знаю но по моему она даже есть на карте вот этот кусочек он существует и действительно говорят что этот кусочек с вымощенным асфальтом он так и остался с тех времен ну а так в принципе все стандартную старая дверь фасады обшарпанные отколотый асфальт в общем сами видите на старые окна еще не везде пластиковые скорее всего коммуналки ну в общем типичный двор там выход на третью линию еще один вот окна в окна прям заглядывают в таких уголках идем дальше здесь вот всякие пристройки таких пристройках обычно располагаются всякие тоже тоже управляющей компании мне кажется что вот такие вот дворы это вишенка на торте в питере они прям венчают его такую атмосферу депрессивную не так его парадные фасады и дворцы как вот именно вот такие колоритные дворы вот что самое прикольное в этих домах бывают отдельный вход в отдельные квартиры прямо со двора то есть не из подъезда а прям со двора вот как здесь здесь две отдельные квартиры еще бывает вход в квартиры прямо из-за руки так сейчас мы выходим на четвертую пятую линию и идем дальше это доходный дом по моему еремеев вот нас интересует вот эта арка представляете раньше люди имели собственные дома вот такого размера издавали в них квартиры издавали в них квартиры какая а это написано в этом вот в этом доме 905 были устроены некогда против полиции царского самодержавия ну тут практически в каждом доме такие вывески на каждом доме практически такие вывески общем конечно так получается все в общем так Питерские дворы практически уже все закрыты, иногда даже стоишь и ждешь какого-нибудь прохожего или жильца, чтобы тебе открыли ворота и ты попал по нужному адресу. Ну, а вот прикол проходных дворов в том, что тебе не нужно обходить 30 домов с одного проспекта на другой, а просто насквозь проходишь с одной линии на другую или с одной улицы на другую улицу. У нас что? Я не помню, что снимала. У нас кажется, у нас как бы 8 часов, я знаю, это на четвертая линия постоянно, поэтому я... Это для... ну, для моего мужчины, да? Да, да, да. Поем? Ну, через ту, сейчас... А там? Там тоже, да, проходной? А, не-не-не, нам надо через проходной прям двор. А вы разрешили, спрашивали? У кого, у кого, у кого? Ты снова фотографируйте. Я иду по улице, могу фотографировать все, что угодно и кого угодно. Да, это общественная пространство? Да, да, да. Я с вами согласна? Да, правильно. Это общественная пространство? Конечно. Так. А это... Разрешение. В нашей стране ты стоишь бесплатно и получаешь... Разрешение у кого-то спрашивать я должна. А это петербургский клуб подводников. У нас, оказывается, народ знает свои права. Прям снимать нельзя. Разрешение нужно спрашивать. Видите, как? Прям отстаивают. Правда, не там, где нужно, но тем не менее, что-то там стараются. Здесь у вас где-то же еще мечеть есть в этих дворах. Я не знаю, просто когда я здесь шла, ну, смотрела эти дворы, мужик какой-то у меня спросил, где здесь мечеть. Так, вот вход, я так понимаю, отсюда. Просто к отдельному балкону. Маленькие окошечки. Маленькие окошечки. Папа. Маленькие окошечки. Маленькие окошечки. Вы знали, что по задумке Петра Первого Васильевский остров должен был стать подобием Амстердама или Венеции. То есть по его указу здесь должны были построить каналы, такие некие улочки, по которым бы люди плавали на своих лодочках. Но затем эту затею решили оставить, потому что в Питере тогда были частые наводнения. И вот эти линии, на которые поделен Васильевский остров, их оставили в качестве улиц, которым название не дали. И решено было оставить просто название линии, ну и дали им нумерацию. Вот каждый район в Питере, он какой-то особенный. Я имею в виду не спальный, а именно центральный район, центральные вот эти острова. Они какие-то все особенные, со своим, с каким-то таким духом, со своей атмосферой. Совершенно разные. Вот Питер, он как бы один, да, а его острова, они разные. У каждого своя история. Вот прям и у каждого острова, по-моему, есть какой-то даже символ. Вот у Васильевского острова, мне кажется, символ это Ксения Петербургская. То есть Смоленское кладбище, кладбище, вот этот вот дух прямо здесь такой витает. В Адмиралтейском районе, Достоевщина. Ну, как-то вот Петроградка, она как-то, по-моему, больше с Петром связана вот с теми временами. Бандитский Петербург, опять же. А мы вышли на шестую, седьмую линию. Здесь у нас находится храм Благовещения Пресвятой Богородицы. По-моему, он так называется. Тут школа. Там прямо центр для аутистов. Раньше была полиплиника детская, но сейчас сделали центр для аутистов. И здание, кстати, привели в порядок, потому что раньше они были, ну, совсем убитого вида. То есть просто убитого. Сейчас это наконец-то привели в порядок. Ну, здесь рядом метро Василия Островская. Это если налево пойти, то буквально три минуты и там находится Василия Островская. Где-то на моем канале есть маленькое видео. Там шотик я сняла. Очередь была в метро. Просто безумная очередь, которая каждый будний день. В шесть часов вечера люди возвращаются домой с работы и не могут попасть в метро. Просто стоят там, я не знаю, по сколько времени. Вот, потому что Васильевский остров, он перегружен полностью. Здесь очень много офисов. Здесь очень много работают людей. То есть кто-то живет в спальных районах вообще на другом конце города. Людям просто не попасть. И да, действительно, Васька перегружена. Метро устроится. Но когда открываться будут станции, вообще никто не знает. Здесь планировался горный институт открыться. Планировалась станция горный институт открыться. Но когда это опять же будет, никто не знает. Ну, не хотелось бы затрагивать, конечно, острые темы. Но тем не менее, нам нужно обращать внимание на себя, на свои проблемы. А не смотреть на чужие проблемы и обсуждать их по телевизору. На проблемы чужих стран, каких-то там чужих городов. Вот, пожалуйста, проблемы на лицо. Вы видите. Я вот гуляю уже сколько? Минут 15. Вы видите воочию эту проблему. Это культурная столица России. Посмотрите, в каком состоянии находятся дома, в каком состоянии находятся дворы. И каждый петербуржец знает, что здесь катастрофическое положение с инфраструктурой, с метрополитеном. Если в Москве постоянно открывается метро, то здесь оно только закрывается. Так, а мы на 8-й и 9-й линии. Сейчас находимся, нам нужно перейти. Ну, пойдемте немного пройдемся по 8-й линии. Дойдем до светофора. Не будем нарушать правила. Перейдем дорогу по пешеходному переходу. Вот как раз здесь идут какие-то строительные работы у собора. На 9-й линии, вот, вы видите бывшие доходные дома чьи-то разных купцов, богатых людей. Сейчас там квартиры и коммунальные, и обычные квартиры. В общем, все, все типично. Тут у нас вот реставрация идет. И вот мы так плавненько переходим от 8-й к 9-й линии. Там нам немножко нужно будет пройти и найти арку, в которую мы пойдем дальше по проходному двору. На самом деле их тут 2 или 3, но все сводятся к одному дворику, по которому нужно будет пройти уже к следующим линиям. Конечно, не хотелось бы заострять внимание на контингенте, живущем на Васильевском острове. Но почему-то здесь тоже какая-то вот особенность, концентрация всяких маргинальных личностей. Вот что на Васильевском, что на Сенной в том районе. Вот прям здесь очень-очень много вот таких вот товарищей. всяких бомжей, как мы их называем, питерской интеллигенцией, всяких пьянчунг. Очень много их, действительно. Вот у меня и друзья живут на Ваське, и я тут работаю, вижу постоянно их. Удивительно, конечно. Причем Васька это вообще студенческий остров. Здесь находится главный университет, СПБГУ. Здесь очень много корпусов, очень много факультетов, и горный институт здесь находится. Но в то же время вот такой симбиоз. Так. Блин, по-моему, я не в эту арку зашла. Ты веришь на... А? Ты не веришь на... Я не знаю, я просто сюда зашла в какую-то арку тогда, и там был такой колоритный двор. Просто... Ну вот я говорю, я пока бы в ту арку в какую-то заходила. Там просто такой бомжатник. Это слишком прилично. Ну, не бомжатник, а какая-то, знаешь, там землянка просто. Вот, скорее всего, вон там, да, туда надо будет пройти. Нет, там дальше. Ты оттуда, по-моему, заходила. Здесь-то нормально еще. Что-то. Что-то. ДО. ВЫ. 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 Или это на другой было линии? Короче, сейчас мы выйдем. Здесь прям слишком прилично. По-моему, это было там дальше. Так, сейчас мы на 10-11 линии, и нам нужно еще пройти 7-8 линий, потому что мы должны выйти на 18-19. Ну ладно, может здесь перейдем. Вот. 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 Вот такая плиточка тут советская. Или она так покрашена просто. Она покрашена. Ребята, что-то ее визит. Ну, туда я, по-моему, заходила. А, да, открытая шляпа. А, здесь у нас зона, отведенная помойки. Вот. Да. Чисто вот такой дворик. Здесь прохода нет. Здесь какая-то организация. Возможно, тоже ТСЖ. Или что-то еще. Ну, это окна жилых квартир. Мы здесь снимать уже не будем. А, ну да, точно. Походу, это вообще чья-то квартира. Да, у тебя здесь где-то. Да. Это тоже патакомбы. А это у нас лифт. Сюда выходит. Вот из этого дома выходит лифт. Видите, на каком уровне находится квартира первых этажей. Здесь у нас все поросло травой. Здесь у нас какие-то стены разваленные. Можно просто ткнуть пальцем. Он, видите, просвечивает уже даже все. И все разлетится. Ну, в общем, как-то так. Из-за этого запуточка можно было тоже что-то сделать. Прекрасное. Ну, все. Идем дальше. Идем, ищем следующий проходной двор. Там ребята что-то не могут все вывести. Какие-то у них траблы. Интеллигенция? Да, да. Да, баярин, не убирай. Так, ну, мужик уже как-то открыт. Смотрите, ну, видимо, с людьми там конкретно открыт. Ну, там баянка, что-то какую-то пенсию. Ну, вот, видимо, сосед высматривает в каком-то, типа, квартире на улице с такой бешеным. Пробежал там искать куда-то. Ищи как-то. А мы все еще идем по 10-11 линии. Ищем следующий проходной двор. Здесь он? Будет. Здесь он. Он там. Чуть-чуть подальше. Он открытый. Сейчас мы отсюда пройдем. Да. Так, мы нашли новый проходной двор. Начинаем отсюда. Вот туда пряменько-пряменько через лабиринты. И выйдем к 12-13 линии. Вот тоже тут такие закуточки. Вот так вот здесь все, видите, как все такое большое. Все такое массивное. Все такое красивое. Видите, как все. Все, реконструкция идет полным ходом. Там какой-то маленький сквозной дворик. Вот сюда мы должны свернуть. Здесь у нас живут господа-мигранты, которые реставрируют фасады. Там тоже какой-то двор. Закрытый он, правда. Туда не пройти. Но такой весьма интересный. Прям такой типичный темный питерский двор. Еще очень много таких же Петроградки и очень много таких же в Адмиралтейском районе. Адмиралтейский район это вообще район Достоевского. И я обязательно туда приеду и наснимаю прям такой достоевщины, прям такой атмосферы того времени. Здесь у нас... Здесь у нас 13-14, да? Да? 12-13. Значит, нам нужно пройти немного туда. На 13-й линии построили новый дом. Такой новодел. Это, ну, как сказать, не то чтобы элитный дом, но такой премиум класса. В принципе, в принципе, неплохой. Вот так у нас таким образом располагаются линии. То есть обычные улицы, но называются линиями. Вот такой вот домик. Тоже личная помойка у них собственная. Классный двор на самом деле там, но он закрыт. Это у нас следующий проходной двор. И мы заворачиваем прямо сюда. Тут же сейчас пройдем, посмотрим, что у нас там. Что у нас там есть. Тут же кто-то делает ремонт. Открытая парадная. Могу вам даже показать парадную. Вот такие парадные. Здесь не очень вкусно пахнет. Но, тем не менее, это большая редкость. Открытая парадная. Только тогда они открыты, когда делают ремонты. Вот. И они упустят. Вот такая возможность сюда зайти, чтобы вам быстренько все показать. Вот. Вот. Четыре нуля. Собственно, здесь, наверное, еще коммуналки. А может быть и нет. Так, ну, мы, наверное, не будем подниматься сильно высоко. Здесь и так все понятно. А вот это, кстати, возможно, коммунальные квартиры. Вот это, во всяком случае. Потому что, видите, такая старая-престарая дверь. Обычно такие только в коммуналках. Вот. Здрасте, вы ремонт, да, где-то тут делаете? Да нет, у меня есть интернет-престарая. А, я просто хочу снять. Здесь чердак, да, уже все? Да. Еще ничего нет дальше. Ага. Вот здесь уже чердачное помещение. Вот. Все, мы сюда уже, естественно, не пойдем. Пойдемте вниз. Петербург, Петербург, Петроградеще. Невероятно. Тут как-то сверху. Добро. Все. Невероятный запах, просто невероятный. Тоже тут то ли живет кто-то, то ли какая-то организация, непонятно. Вот, собственно, такой двор на Ваське, и сейчас мы выйдем на 15-16 линию. Где-то я потеряла свою подругу, куда-то она убежала. Вот такие уже новоделы, видите, пристроены к старым домам. И это тоже новодел. И это тоже новодел. Ой, ой, ой. Откуда вы? Откуда вы? Ксюш. Пойдем. Вот такой маленький сарайчик здесь тоже. Прекрасный. Так, и мы вышли на 14-15 линию. Переходим дорогу и попадаем вот в эту арку. Пойдем. 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 А там что? Вот такой балкон. Интересный. Единственный в этом, да. Здесь тоже живут люди. Балкончик тоже симпатичный. С цветочками. Такие балкончики, они как особенно выделяются среди фасадов Васильевского острова. Внутренних фасадов. Смотрите, какой прикольный дом. Он прям какой-то такой вот асимметричный весь. Странно, это такая маленькая улочка донская получается, да? Тоже первый раз вижу. Киса. Киса, киса, киса. Вот даже среди линий, внутри линий, есть маленькие улочки. Вот одна из них, донская. Я вообще первый раз это вижу и первый раз слышу о таком, что между линиями есть улочки. Мы все смотрим на этого мужчину, все равно попадает целый объектив. Так. Что мы ведем сюда, значит? Классный вход. Вижу, что-то обито сайдингом. Интересно. Это тоже отдельный вход, что ли, получается? Какие-то квартиры? Ну, реально. Смотрите. Квартира 3. Почтовый ящик. Просто вход отдельный. Просто маленький подвальчик. Подсобный такой. Вот жилые окна. Круто. Вообще круто. Прикольно. Хорошо, когда имеешь отдельный вход в квартиру. Вот еще домик старый. Домик старый. Вот этот мужик опять нам попался. Может, талисман прям. Что интересно, вот в этих дворах всегда пахнет сыростью и алкоголем. Запах сырости и алкоголя. Куда бы ты ни зашел. В какой бы двор ни зашел. Так, а это у нас 16-я, 17-я линия. Вот 16-я, вот 17-я. В той стороне находится Смоленское кладбище. Но нам прямо. Нам вон в ту арочку. Я ничего не могу поделать, но как-то так. Вот так. Здесь тоже наводил. Много построено современных домов во дворах. Ну, вот если честно, вот такие дома стоят в спальных районах Петербурга. Мне кажется, что если вы строите новые дома, то архитектура должна соответствовать. Ну, то есть она не должна быть, конечно же, обшарпанной. А дома должны иметь ту стилистику, первоначальную стилистику вот этих исторических старых зданий. Странно, что здесь еще нет граффити. Еще один экземпляр обшитых балконов старых. Вот, да. А там что? О, это такая парадная маленькая. А, это проходной двор. Представляете, проходная парадная. Офигеть. А это такая проходная парадная, да, здесь получается? Да, это, в целом, в ходе двор. А, понятно. Класс. Нажимаем на кнопочку и выходим. Супер. Вот таким мы волшебным образом попадаем на 18-19 линии. Все. Что, друзья мои, мы с вами закончили прогулку по проходным дворам Васильевского острова. Здесь уже у нас будет конечный пункт, 18-19 линии. Потому что дальше ждут линии до 29-й. Но мы уже за сегодня, наверное, не успеем ничего пройти. Плюс там уже такие более современные постройки. Там уже сталинские дома, какие-то организации, институты, заправки. В общем, ничего такого интересного. Может быть, как-нибудь я там все равно прогуляюсь. Но на сегодня все. На сегодня мы посмотрели весь колорит. Основной колорит Васильевского острова. И если вам понравилось, если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Пишите, что вам не понравилось. Ну и, в общем, если не сложно, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. А мы идем дальше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok